Итак, друзья, значит у нас сегодня с вами первое, будем называть водное занятие. Назовём его так. Не исключаю, что оно продлится несколько людей. Это занятие, конечно. Вот, потому что тема ёмкая, да? Назовём его так. Большую тему и первую лекцию. Это материалы, несущих конструкций зданий и сооружений. Материалы, несущих конструкций зданий и сооружений. Действительно, друзья, материалов сейчас в 21 веке великое множество, да? Одни из них могут быть несущими, другие отделочными, третьи декоративными, да? Мы, конечно, будем говорить только о материалах именно конструкций. И на сегодня у нас есть, по большому счёту, три основных материала, которые заслужили уже своё место в пантеоне славы, да? Их три. Это сталь, бетон и дерево, да? И отсюда у нас рождаются три группы конструкций. Стальные или широкая группа металлических конструкций, да? Стальные конструкции, бетонные или железо уже бетонные конструкции, да? И деревянные конструкции. Значит, деревянные конструкции, друзья, тоже делятся на конструкции, несущие, конструкции из природных, скажем так, получаемых на станке профилей, да? Это доска, брус и клей деревянные конструкции, синтетические, полученные склеиванием идеально отобранного материала для достижения наивысших прочностных свойств. Поэтому деревянные и клей деревянные, бетонные и железобетонные, да? Бетонные конструкции, как, Маргарита, как, практически сейчас не существует. То есть, бетон без арматуры почти что не применяется. Потому что вы об этом позже более подробно узнаете, он работает только на сжатие. А прочность бетона на растяжение в 17-20 раз ниже, чем на сжатие. То есть, бетон, друзья, это материал только сжатых конструкций. Это колонны, пилоны, мостов, переправ, дорог, эстакад. Это всевозможные подземные, подводные конструкции. Это бассейны. То есть, конструкции, в которых растяжение мало или, может быть, воспринято арматурой. И вот растяжение, друзья, в бетоне всегда воспринимается арматурой. По крайней мере, расчет всегда предполагает, что все растяющие напряжения воспринимаются арматурой. А сжимающие воспринимаются бетоном. Далее, друзья, обратно к металлические конструкции и стальные конструкции. Да, чем они отличаются? Металлические конструкции, это широчайшая группа конструкций, куда входят все металлы, применимые как конструкционный материал. Это, конечно, сталь, это алюминий, друзья, это титан, это чугун, который был еще задолго до стали, в 19 веке. Я бы назвал именно в таком порядке. Чугун, сталь, в историческом порядке. Чугун, сталь, алюминий, титан. Вот я бы сказал, что это четыре таких важнейших металла, которые в виде сплавов, потому что сталь, это опять сплав железа, углерода, это не чистое железо, то есть чистый металл как таковой, мономатериал не существует, как таблица Меделея. То есть все металлы, это, по сути, сплавы. Вот, поэтому чугун, в общем-то, исторически был чем-то вроде бетона. Чугун был прекрасным материалом, работающим на сжатии. И многие первые конструкции 19 века, еще конца 18 века, они собирались из чугуна на заклепках. И вы еще можете видеть такие конструкции. Позже, когда научились выплавлять сталь и получать сплав железа, углерода в нужной пропорции, сталь стала пластичной. Чем чугун плох? Что у него на сжатие, как и у бетона, 600 мегапаскальюли, да? А на растяжение всего 160. То есть он четыре раза по своим свойствам отличается на растяжение и сжатие. И опять, из чего сейчас делают, что делают сейчас из чугуна? Волки для шарниров, шары для шаровых шарниров, какие-то очень ответственные детали, работающие на сжатии, опорные детали, да? Все, чугун склонен к хрупкому разрушению. Вот это его главный недостаток, который, скажем так, толкнул инженеров, химиков получить сталь и ее разновидности. И поэтому, друзья, чугун сегодня очень огранично применим. Чем сталь положительно отличается от чугуна, друзья? Тем, что она пластична, да? Она не разрушается сразу по, скажем так, достижении напряжений в конструкции, некого критического уровня. У нас еще появляется так называемая площадка текучести, да? И тот ресурс, конструкция, который вы, как инженеры-расчетчики, закладываете, у вас еще есть где-то 30-50% дополнительного ресурса, который, как правило, в расчетах не учитывается, является вашим страховочным таким фондом, да? Уже после истечения которого, Елизавета, конструкция неизбежно разрушается. Поэтому сталь, но интересно другое, что конструкция меняет свои свойства, и материал меняет свои, в зависимости, Маргарита, от Юлия, природных воздействий, температуры, да? В первую очередь температура. То есть сталь при повышенных температурах прекрасна, она разогревается на солнышке, она пластична, она как пластилин, как жевательный резинка. Но сталь боится холода. Сталь при низких температурах, при отсутствии нужных добавок, да? Лигирующих добавок, склонна к так называемому разрушениями при низких температурах. Или хладноломкости, друзья. Вот это очень важно. Бойтесь, пожалуйста, конструкции ваши подвергать критическим нагрузкам, особенно динамическим нагрузкам, да? В сильные морозы. Вы могли заметить по журналам, сводкам, прессе, что большинство строительных аварий происходит когда? Да, январь, февраль, Новый год. Именно в силу того, что сталь в этот момент наиболее уязвима. Если в конструкции уже есть какие-то критически нагруженные элементы, то холод приканчивает этот элемент, и эта слабая точка терпит разрыв и разрушение, друзья. И вывод какой, друзья? То есть, сталь обладает уникальными свойствами упругости и пластичности, да? Упругость, да? Это способность линейно, скажем так, терпеть деформации без разрушения при увеличении нагрузки. То есть, у нас мы увеличиваем нагрузку, и балка пропорционально прогибается. Мы сняли эту нагрузку, все деформации самоустранились, балка приняла исходное положение. То есть, деформации упруги, да? И они обратимы. Вот что очень важно, да? То есть, сталь, и, кстати, только дерево, и то частично при небольших диапазонах нагружений, обладает теми же свойствами. Бетон пластичен до нельзя. Бетон всегда деформируется. Что он, я бы сказал, он меняет свои свойства всю свою жизнь. Вот сколько бы сооружений стояло? 50-100 лет, да? Стадион, дамба, мост. В бетоне непрерывно идут химические процессы. Это живое тело. Тело. Вы смотрите на него, такой серый. Он такой мрачный. И кажется, он очень-очень надежный, прочный. Но на самом деле, он... Это гель. Вообще, бетон – это гель. Это коллоидный гель. Это нетвердое тело. Это материя, состоящая из смеси, да? Понятно, там, мелкого крупного заполнителя, цемента, песка и воды. В сложном химическом взаимодействии, которое постоянно идет химическая реакция. Всю свою жизнь идет образование четырех минералов. То есть, и опять-таки, вот мы говорили, чего боится сталь. Чего и наоборот, бетон боится совершенно обратно. Он боится длительного воздействия солнца и жары. Потому что бетон, его прочность химическая стоит на воде, которая химически связана в молекулы, да? Именно влага, находящаяся внутри бетона, в связанном состоянии, придает ему вот те пластические прочностные свойства, которыми он обладает, да? Это связующее, вот важнейшее химическое звено. Если вы конструкцию подвергаете длительному воздействию шпарящего солнца, да? Отсутствие дождей, увлажнения, она начинает разрушаться. Влага постепенно двигается из внутренних слоев к нужным. Она как бы вытравливается, выжигается из материала. Даже если конструкция толстая, да, она перегревается, идет процесс просто постепенного вытравления жидкости. И абсолютно так же конструкция становится хрупкой. Потому что именно бетон, именно вода связанная, не то, что вы полили дождик. Вот, и вот наоборот, смотрите, в бетоне есть два вида влаги. Это химически связанная, химически не связанная, да? Химически связанная, это вошедшая уже в молекулярную структуру. Химически не связанная, это то, что вы бетон шлангом помыли, помочили и успокоились, что вот я его немножко остудил. Это хорошо. Вот бетон надо поливать. Вот когда ухаживать, понимаете, бетон это как собака. За ним надо ухаживать, следить. Особенно молодой бетон. Бетон, друзья, он принимает свои свойства прочностные. Вы знаете, что через 7 дней бетон набирает уже 7 дней. Посмотрите, вы завели 70% прочности. То есть через 7 дней, как правило, Елизавета, можно снять опалубку и даже дать нагрузку от собственного веса. Да, но нельзя, конечно, дать эксплуатационную полную нагрузку. И то, что...